Минувший четверг следственное управление по Ульяновской области опубликовало релиз, в котором говорится, что эта силовая структура возбудила уголовное дело по факту мошенничества и превышение полномочий должностными лицами Ульяновской областной клинической больницы. При этом никаких имен в релизе следственное управление не называло, и конкретные должностные лица не обвинялись. Однако в некоторых СМИ поспешили повесить вину за еще не доказанное преступление на главврача областной больницы Валентину Краулову. Мы решили поинтересоваться самой Валентины Герасимовны, что она думает на этот счет. Сразу хочу сказать, что ни обвинения, ни... Ну, обвинения, в первую очередь, конечно, не предъявлено, никакое не было. Вот, собственно, нарушений с моей стороны, на нарушения какие-то с моей стороны, в превышении или полномочий, в нарушении законодательства при проведении покупок, закупки, вернее, не так же предъявлено не было. Дело в том, что у нас в больнице, ну, понятно, что это тысячекоечная больница, коллектив около двух с половиной тысяч работников, и, естественно, большой, и бюджет большой, и большой оборот денежных средств. Поэтому я, когда еще пришла на работу, то была создана контрактная служба для проведения и организации торгов. Главный врач, хоть будь он семи пядей во лбу, за всем, конечно, уследить и проконтролировать очень жестко не сможет. Поэтому у нас есть контрактный управляющий, который подписывает все документы по торгам. Естественно, я вопросы, особенно когда крупные заходки, держу на контроле. Но подписи моей под документами нет. Это наше общее решение такое. О том, что по факту заявления следственного управления будет проведена правительственная проверка, накануне заявил и председатель правительства Александр Смекалин. В то же время он признался, что не верит в нечестность Валентины Карауловой. Сама Караул также не против проведения проверки. Проведена проверка, я думаю, либо со стороны правительства, либо со стороны Министерства здравоохранения. И, конечно, если будут установлены виновные, то пусть они отвечают за свои деньги. Но то, что прозвучало вчера в ульяновских СМИ, что чуть ли я уже не украла миллион рублей или больше, и что злоупотребление и нарушение, ну, знаете, это вот самое обидное. Потому что в ульяновском здравоохранении я работаю уже более 40 лет. И мне такое слышать, ну, честно сказать, крайне неприятно. Подтвердила Валентина Герасимовна и факт обыска у нее в кабинете и дома. По ее словам, силовики открыто заявляли, что ее искали компрометирующие ее документы. Однако ничего так и не нашли. Потому что, да, у меня был проведен обыск, поскольку сказали, что есть подозрение на нарушение законодательства при торгах именно в нашем коллективе, в нашем учреждении. Конечно, наивный человек в этом отношении, но я считаю, что при том вот ступенях, которые мы проходим, ступенях контроля, мне кажется, что не должно быть ничего. Но проверка будет, посмотрим. Я, конечно, в любом случае будем принимать меры, и если человек нарушил, то он будет отвечать за это. По поводу обысков Валентина Караулова шутит, что следователи помогли разобрать ей старые документы, которые давно пора было выкинуть. Михаил Немихайло, Юрий Конихин, Новости дня, Ульяновская правда.